Наш народ богат своим культурным и историческим наследием. Первый президент страны остановился на каждом уникальном достижении, открытии, произошедшем на казахстанской земле. Историки приводят множество фактов в ходе археологических исследований. Это и образцы древней металлургии, золотой человек, звериный стиль. Старшее поколение говорит о ценности таких примеров, о том, что нужно воспитать молодежь в духе уважения к своим истокам. Я сам являюсь историком Кухшетовского университета имени Абая Мурзахметова. И эти темы непосредственно очень важны для нашего народа, для нашей культуры. Они очень тесно переплетаются как раз с Рухани Жангру, именно вот этой политикой Рухани Жангру. Потому что в ней как раз рассматривается тема, например, золотой человек. Это огромный наход как раз для археологии, для истории, для культуры именно Казахстана. Сохраняя национальные традиции, признавая веяние современной культуры и работая над обновлением духовной составляющей сознания нации, мы закладываем фундамент будущего. А для этого нужно системно подойти к подготовке специалистов, которые могли бы заняться серьезными исследованиями всех отечественных и зарубежных архивов. Я считаю, что изучение истории, археологические сведения и артефактов посещения музеев для молодежи важно. И это несложно. Все данные доступны. А статья Ельбасы дает направление, на что нужно обратить особое внимание. Статья ведет нас по пути серьезного осмысления национальных ценностей, потому ее актуальность очевидна в наследии Великой Степи. Главная задача каждого казахстанца – сохранить преемственность. Жамал Габдулина, Тумар Мбабасанова, Павел Соловьев, Алмас Адвокасов, Кукщи, Ахпарат.